Большое спасибо, Наталья, и вся команда. Для меня высокая честь участвовать в этом симпозиуме, и я сам много чему новому учусь здесь, поэтому действительно очень приятно. И мое выступление в многом будет перекликаться, и какие-то темы уже были раскрыты вами и другими докладчиками, но я думаю, что есть смысл поделиться и своей точкой зрения. Да, в действительности, это план моего выступления, и я поговорю о такие темы, которые мы уже некоторых из докладчиков освещали, некоторые из наших предыдущих докладчиков уже посвящали им внимание. Сначала я сделаю краткое введение, потом, как мы видим на этом слайде, глобальное бремя закрытоугольной и открытоугольной глаукомы, в зависимости от тех людей и числа тех, кто слепнет. И также мы видим в последнем столбике количество клинических исследований, где исследуют разные меры вмешательства по поводу двух этих патологий. И, как уже упоминалось до этого, открытоугольная, так распространена закрытоугольная, но тяжелее заболевание, и мы видим, какое большое различие между числом исследований по обеим патологиям. Итак, как клиницист, конечно, я всегда помню о том, и все мы согласимся с этим, что в идеале нам бы, конечно, сочетать наше введение пациентов на основе очень надежных научных данных. Мы здесь говорим про адномизированных контролируемых исследований и про систематические обзоры и метаанализы. Уже, уважаемые коллеги, говорили о разных стадиях глаукомы, поэтому я не стану обсуждать их заново, я просто буду называть их, когда будем говорить разные меры вмешательства. Я считаю, что это очень важно, потому что наши клинические решения зависят, и хирургические, в том числе вмешательства, в зависимости от стадии первичного закрытия его плана. Также это имеет такое измерение, что самые часто всего встречающиеся механизмы, приводящие к ПЗУГ, это зрачковый блок, а второй – это так называемое плато или плоская радужка, которые уже, уважаемые докладчики, они часто идут рукооб руку. Также есть и другие важные факторы, в частности, изучая анатомию глаза, мы в последние годы много что узнали о влиянии, о уровне прикрепления радужки, о толщине радужки, которые являются динамическими изменениями, о структуре и положении хрусталика, о передней поверхности хрусталика, о размере его, и передний сегмент, передняя камера, ее размер, и хрусталик, равно как и другие, в том числе и генетические факторы, которые другие докладчики об нас упоминали. Помимо этого, очень важны прекрасно признанные демографические факторы, женский пол, например, и этническая принадлежность, люди, проживающие в Восточной Азии. Возраст. Возраст – это единственный фактор, который, понятно, со временем может измениться. В отличие от полуэтнической принадлежности, конечно, мы можем подумать о том, что это возрастное заболевание, поскольку увеличение объема хрусталика с возрастом приводит к поселению земли. После этого краткого вступления, которое совпадает с тем, что говорили другие докладчики, давайте поговорим об эффективности лазерной периферической эридотомии и удалении прозрачного хрусталика. Но позвольте поговорить о лазерной периферической эридотомии. И вот это, в частности, указание на руководство Европейского общества по глаукомии, международная рекомендация поведения больных с глаукомами. И сказано, что при введении лазерной периферической эридотомии пациентам, у кого просто сужение угла наблюдается, мы не видим здесь при гоноскопе каких-то больших изменений, но у них нормальное давление, у них нет каких-то синехи больших. И, как уже Пол говорил в сон-докладе, мне кажется, пришло время изменить нашу клиническую практику. И я думаю, что очень важные клинические исследования, которые идут сейчас, они дадут нам руководство в отношении того, как ввести таких больных. Ну, позвольте, я вкратце расскажу о том исследовании ЗАП, которое шло в Гуанчжоу, в Китае, где оценивали эффективность лазерной эридотомии. И, как я уже говорил до этого, речь стоит о том, может быть, нам не надо всех подряд оперировать. И в это исследование вошли 870 пациентов. Один глаз парномизации должен был перейти лазерную периферическую эридотомию на одном глазу, а другим глазам полагалось только наблюдать. И исходно предполагалось, по первому дизайну исследования, предполагалось, что будут 3 года наблюдать пациентов, а потом период последующего наблюдения продолжили еще на 6 лет. И вот первичные и конечные точки, когда сопоставлялись сравнить, увеличивалось увеличение давления, равно как и увеличение синихи. Но первый комментарий такой, что лазерная эридотомия является безопасным вмешательством. Нет серьезных нежелательных явлений на фоне ее применения. И недавно было доказано, что не было различий между количеством эндотериальных клеток роговицы. И в этом контексте со здоровым глазом не было боязни, что будут там осложнения. Спустя 3 года были различия между двумя группами. Больше событий наблюдалось в группе, где наблюдали за вторым глазом. Но в большинстве случаев не было синихи. И мне кажется, я думаю, согласен с теми рекомендации, что широкое распространение ЛПИ у всех пациентов, у кого всего лишь сужение угла, мне кажется, не является рекомендованным. И уже была дискуссия по этому поводу. И наши коллеги тоже это сделали. Несколько слов в отношении лазерной периферической эридотомии. Это в контексте неострой ситуации, неострой атаки. Мы говорим о хроническом сужении угла. И, как нам известно, результаты говорили о том, что значительное число глаз после эридотомии, тем не менее, сохраняется сужение угла, не открывается угол. И в этом контексте вопрос задается такой. Стоит ли нам проактивный подход исповедовать и стараться, может быть, лазерной периферической эридопластикой вмешаться. Но вот это является темой моего выступления, мы вкратце про это поговорим. Итак, вот здесь Кахрейновские обзоры, где посмотрели на доказательные данные, и мы обнаружили четыре разных клинических исследования. По сути, клинические исследования не показали какую-то большую активность по сравнению с активной контрольной группой, группой АЛПИ. Мы сопоставляли аналоги простагландинов с эридопластикой. Медикаментозная терапия оказалась более эффективной, чем лазерная периферическая эридопластика. Поэтому было бы действительно сказать, что да, глаз больше открывается с этим вмешательством, но все же, если мы понимаем, что у нас значительно снижается внутриглазное давление, а данные-то как раз за это не говорят, что это происходит. Поэтому это, мне кажется, необоснованным. Итак, что можем сказать об удалении хрусталика? Ну, тоже наши уважаемые коллеги про это говорили, поэтому есть два, скажем так, две возможные возможности в отношении удаления. Первое – это исходное лечение, а второе – это после того, что сначала первым этапом выполнено лазерное вмешательство, лазерной эридотомии и медикаментозное лечение, и не удалось достичь контроля над заболеванием, тогда может быть факт эмульсификации или терабекулактомия. Ну, я не знаю, хотел бы поделиться с вами результатом этого исследования. Группа Клементина выполнила его, это несколько лет назад было наш коллегой. Там прекрасный был дизайн исследования. Вполне возможно, не было, конечно, такой вещи, как идеальные исследования, это понятно. Ну, вот, во всяком случае, это не такое уж большое исследование, это такое маленькое, но, тем не менее, авторы продемонстрировали, что те пациенты, которые идут на факт эмульсификацию и видят значительное снижение внутриклосного давления, и у них меньшее число хирургических осложнений по сравнению с трабекулактомией, она была более эффективной, но была сопряжена с большим числом осложнений. И та же самая группа опубликовала результаты долгосрочного наблюдения в конце этого года, которые подтвердили и валидировали эти первичные результаты, полученные. Другой потенциальной роль лазерной экстракции может быть в качестве первого этапа лечения. Давайте начнем с лазерно-переверической эридотомии. И это было прояснено в исследовании ИГЛ. Вот пытались в этом исследовании дать ответ на этот вопрос, что же более эффективно в качестве первого этапа, факоэмульсификации или лазерная эридотомия. Мы провели это, когда было международное исследование, где более 400 пациентов вошло, половина из них были направлены сначала на факоэмульсификацию, другие сначала пошли на лазерную эридотомию. И мы реномизировали пациентов, не глазам реномизировали, а пациентов. Если пациенты оба глаза были, то он, пожалуйста, по соответствии с критериям включения, то он получал то мировомешательство, в которое группа попадал. И вот уже опубликованы результаты трехлетнего наблюдения, которые я хотел бы вкратце сейчас с вами обсудить. Но вкратце хочу подчеркнуть, что критерии включения, какие были в этот протокол, должны были быть пациенты старше 50 лет, у кого было либо первичное закрытие угла, либо повышением давления, или умеренная начальная стадия первичной глаукомы, закрытой угольной. Результаты были такие, что качество жизни было лучше у пациентов, и разница была более выраженная, но при этом оно было значительно лучше у тех, кому удалили хрусталик, по сравнению с теми, кому делали эридотомию. И эти различия, нам известно, имеют клиническую значимость, потому что это ведь инструмент изучения качества жизни, который при принятии политических решений и стратегии лечения пациентов и оплаты принимается во внимание. Итак, в отношении глаукомы и контроля над глаукомой, давление внутригласное было ниже группы, получавших факуэмульсификацию, по сравнению с теми, кто получал лазерную эридотомию. И это результат трехлетнего наблюдения. И это сопоставление включает в том числе тех пациентов, у кого была хирургия по поводу глаукомы, которая чаще им, конечно, частотается, и меньше в группе эридотомии. Мы не обнаружили разницы по полям зрения и не ожидали, честно говоря, потому что мы, как клиницисты, конечно, понимаем, что мы эскалируем потребность лечения в зависимости от состояния больного. Вот это количество медицинских медикаментозных препаратов в спустя 36 месяцев. И вы видите, что значительно больше, чем 60% пациентов, у кого была группа по удалению хрусталика, им не потребовались никакие препараты. В то время как те, кто получил лазерную эридотомию, 21% пациентов, им не потребовались никакие медикаментозные лечения. По большей части это те, кому было хирургическое вмешательство спустя три года, равно как была статистически значимая разница по количеству медикаментозных препаратов. Вот это дополнительное антиглаукомонное вмешательство. Только один пациент в группе экстракции хрусталика потребовалось хирургии, и более 10% тех, кто получал лазерное вмешательство, им потребовалось какое-то вмешательство по поводу глаукома. Стоит отметить, конечно, что есть небольшой риск того, что есть разрыв задней капсулы, и такое случается. Я хочу обратить ваше внимание, что более 30 разных хирургов здесь у нас оперировали в этом протоколе. В отношении затратной эффективности, вот это вот с какой день, что мы получаем за наши деньги, коэффициент эффективности нарастающих затрат. Вот, конечно, мы говорим о том, что у нас улучшается качество жизни этот параметр. Это не только затратная эффективность спустя 3 года после вмешательства, но и отдаленные результаты тоже говорят о том, что мы экономим средства, это дешевле в конце концов. И в заключение хотел бы сказать некие размышления или выводы из того, как мы, как клиницисты, как хирурги, что мы можем сказать. Я полагаю, что я могу согласиться с тем, что было сказано предыдущими докладчиками. Нам не нужно необходимое, вот, где у нас сужение угла, автоматом оперировать. Я могу только рекомендовать, когда поражение обоих глазов либо очень высокое, очень маленький глаз, например, или гиперметропия высокой степени, или, например, какие-то семейные анамнезы формы пациента, или то, что мы видим, какие-то особенности при клиническом осмотре. В отношении тех глаз, где закрыто угольное или высокое еще давление внутриглазное пациента старше 50 лет. Ну, я думаю, я уже обсуждал это. Я с пациентом веду разговор и предлагаю им экстракт удалить с прозрачных хрусталек на основе как раз исследования ИГЛ. Это вовсе не значит, что мы всем должны удалять. Нет. Но есть пациенты, кто, например, некоторые боятся резко, они боятся хирургических осложнений, поэтому очень важно, мне кажется, предлагать такую возможность и провести открытое обсуждение с больным. Ну что же, когда мы говорим перед этой аудиторией в отношении хирургов, кто оперирует по поводу катаракты, вы знаете, что подавляющее большинство пациентов, у кого закрытие угла, обычно мелкая передняя камера, и это легкая операция. Но бывают такие случаи, когда бывают сложные ситуации. Я думаю, даже в руках опытного хирурга порой случаются такие ситуации, что он везет положительное давление в заднем отрезке, пролепс радужки. У меня не было процентеза, но знаем, что это бывает. Нужно быть с отношением биометрии аккуратным. Наверное, лучше, чем кто-либо еще знает о том, что это не очень хорошо для глаз. И большое спасибо. Прошу прощения. Вначале я сначала спутался, потому что я услышал свое выступление в записи и сам всех запутал. Прошу прощения. Но как бы то ни было, мое выступление заканчивается, и я благодарю вас за внимание.